А накануне Рустам Миниханов посетил палату лордов Великобритании и оставил запись в книге почетных гостей. Позже президент встретился с представителями ассоциации татар Великобритании. Обсудили, как улучшить работу с татарскими диаспорами. Слово Ани Газятовой. Изучать татарский вдалеке от родины поможет языковая онлайн программа ЭНИТЭЛЕ. По словам президента, сегодня необходимы форумы и программы, которые объединят татарскую молодежь по всему миру. Я говорю не только о татарах, потому что Татарстан – это многонациональная республика. Важно, кто бы не жил в Татарстане, он имел все возможности своего вероиспределения, сохранения традиций. Там же, в Великобритании, Татарстан и Сименс заключили соглашение о сотрудничестве в энергетике, энергоэффективности и промышленности. В рамках рабочего визита Рустам Миниханов дал эксклюзивное интервью телеканалу CNBC, где рассказал о перспективах развития экономики Татарстана. Также глава республики обсудил вопросы сотрудничества с руководством компании PricewaterhouseCoopers. По итогам 2011 года компания «Эрсианг» и издание «Форбс» отметили республику как лучший регион для ведения бизнеса. А уже на бизнес-форуме Рустам Миниханов заявил, Татарстан открыт для инвестиций и окажет максимальное содействие компаниям и инвесторам, которые выразят желание реализовать проекты на территории республики. Он подчеркнул, сегодня в Татарстане созданы все условия для комфортного ведения бизнеса. Приоритетны республиканские проекты Smart City Казань и инновационный город-спутник Иннополис. Последний совсем недавно получил статус особой экономической зоны техников недуренческого типа. По окончании бизнес-форума был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросу реализации проекта создания Международного центра выставок и конференций. Анна Газятова, Вести, Татарстан.